МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 15 сентября 1916 года. Кровавая битва продолжала бушевать на Соме. Всего в ней погибнут 206 тысяч британцев. Фредди доверили новейшее оружие. Оно должно было изменить ход войны, буквально завязшей в грязи. Но барон фон Дорф тоже жаждал этой битвы, намереваясь проявить себя. 15 сентября 1916 года. Флёр, Франция. Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые подписчики. С вами на связи снова Азар Бабай, и мы продолжаем проходить игру в Alien Hearts. Играем мы за Фредди. Где должны встретиться с бароном. Факты. Битва на Соме. Целью английской наступательной операции, получившей название Битва на Соме, было ослабление германских войск в районе Вердена. Натянув на себя часть сил немцев, союзники собирались затем нанести врагу решающий удар и прорвать его оборону. 15 сентября 1916 года в бою впервые были использованы танки. Из имевшихся в войсках 49 машин типа Марк-1 на ходу были лишь 18, и из них только 5 действительно вступили в бой. Битва на Соме завершилась в конце ноября 1916 года. В ней погибло 650 тысяч немецких, 420 тысяч британских и 195 тысяч французских солдат. Танк Марк-1. Танки, разрабатывающиеся в условиях строгой секретности, были названы так. Танк английская БАК-цистерна. Из соображений безопасности нужно было скрыть от вражеских шпионов истинное назначение этих машин. В официальных документах говорилось лишь об устройстве для транспортировки воды русским войскам. Первая модель танка, названная Марк-1 модель 1, при появлении на поле боя оказала сильное психологическое воздействие на противника, когда боевые машины достигли вражеских траншей, те уже опустили. Однако немцы скоро научились бороться с танками, используя их слабые места. Так, у нас здесь три предмета. Ну что, идем вперед. Так, а мы что, будем управлять этой вещью, этим танком? Ну, это будет круто. А впереди все равно, кроме проволоки. Может мы и сможем обрезать. Ну да, это мы не пробьем. Значит, будем ехать на танки. Ух ты, самолетики. Так, отлично. Сбили. Так, еще один. И еще один сбили. Так, еще у нас тут немцы. Уже на красных. Так, а этот бомб метает, да? Отлично. Сбили. Не будем торопиться. Спешить нам все равно некуда. А умирать как-то не очень хочется. Так, ну что, у нас теперь тут вода. Буль-буль-буль-буль-кораблики. Так. Снова самолет. Так, сбили. Отлично. Продолжаем стрелять, грушить и ломать. Так, снова у нас. С бомбами самолет. Так, орет. Сбили. Отлично. Так, ну все. Прибыли. Я так полагаю. Ну да, танк подзорвали. Дальше уже, как говорится, пешочком. Пешочком, пешочком, пешочком. Еще раз пешочком. Так, здесь у нас пулеметчики, и мы здесь ничего сделать не сможем. Так что спускаемся вниз. Посмотрим, что у нас. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ну-ну-ну-ну-ну, бежи, бежи. Так, успели потушить. Так, теперь берем предмет, который там остался у нас. Телеграмма из Новой Зеландии. Родился мальчик, ТЧК. Брайан, ТЧК. Мать, сын, порядки, ТЧК. Скучаем, ТЧК. Так. Походим, посмотрим, что у нас здесь имеется. Ну, а здесь у нас ничего и нет. Он нас любит. Так, здесь у нас есть гранаты. Так, используем еще одну возьмем. Так, ну, чтобы наши друзья прошли, надо этого пулеметчика уничтожить. Так, отлично. Так, бежим за ребятами. Ох ты, там уже и танк. Так, еще один предмет. Солдатский жетон Анзак. Солдатские жетоны Австралийского и Новозеландского военного корпуса, Анзак, были сделаны по образцу британских. Однако, в Австралии материалом для их изготовления долгое время оставался только металл. В 1916 году бойцы Анзак, так же как и англичане, стали получать по два диска медальона. Так, у нас еще остался еще один предметик. Куда он у нас мог деться? А, вот он он. Предмет с конкурса военных историй. Карта зоны военных действий Анзак в Халибеке, Бельгия. Альберт Смит. Прапрадедушка, победительница конкурса Джессики Смит. Воевал в 7-м батальоне Анзак, Австралийский и Новозеландский военный корпус. С 1915 по 1918 годы. На карте показаны ключевые точки Анзак, оружейные склады, безопасные и опасные маршруты, позиции врага и ударные точки. Альберт был ранен в плечо в этой зоне, но выжил. Спасибо Джессике за фронтовую историю Первой мировой. Так, все предметы собрали, так что мы можем спокойно идти вперед. Так. Так, мне снова надо этим управлять. Танком. Ну что ты, не будешь взрываться у нас? Не хочет никак. А, ну мы и так не разломаем. Снова пушку вверх. Ух ты. Слава. Только атаках ломаем. Ух ты. Вот он барон. Роковая встреча. Ну, кто кого? Отлично, мы еще и драться будем. Получай. На тебе, барон. Решающий. Решающий. Ну что, дорогие друзья. На сегодня это все. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Рассказывайте друзьям. С вами был Зарбабай. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok